Добрый день, дорогие подписчики игромании, с вами Лестер, и как выяснилось, нету предела безумия в игровой индустрии, и мы сегодня будем играть, или, я не знаю, пытаться играть в симулятор камня онлайн, потому что появился мультиплеер в этой игре, и я позвал своих корешей, и вот мы, как видите, вчетвером валяемся, ну как валяемся, играем, или мы все-таки валяемся? Мы сходим с ума, просто мы сходим с ума. Да, давайте сейчас разберемся, кто где. Вот, во-первых, вот самый такой лезгой, как вы видите, три камня лежит в кучке, и один вот в стороне, рядом с кустом, это вот, вот в стороне, рядом с кустом, это я, и меня, я так понял, прогнали просто из компании, и вот втроем здесь лежат, посередке, я знаю, лежит Тони. Да, да, да. Да? Разве? Не-не-не, стоп, на самом деле. Не-не, кажется, я посередине. Да-да-да, Санек посередине лежит. Потом, а где Макс, а где Тони? Я думал, посередине я лежу. Не, а последняя камера моя, поэтому, как бы, вроде... Да какая разница, они одинаковые. Это не принципиально, это же безысходность. Да, и вот, кстати, мне вот интересно, как вот, я, видите, вот в стороне вот этот тоже другой камень, который уже пророс просто. Это, наверное, создатель игры, я думаю. Да, это создатель игры, который уже настолько давно здесь лежит, что из него начала расти трава, и мне интересно, сколько надо задонатить, чтобы стать таким же большим, как вот тот камень вдали большой лежит. Ага, да-да. И вон еще... А что надо же делать, чтобы стать домом или грибком там? Надо в клан объединяться. Да, чуваки, давайте создадим свою банду в этой игре, то есть, как-то придумаем собственную символику, нанесем ее на камень. Да, заплатим немного, позанатим, и у нас текстурки появятся. Да, кстати, это, что забавно, тут тот, кто создал эту игру, тут он поместил свой канал на ютубе, аж прям наверх, типа, знаете, там, видите, да, создал, и, типа, твой ютуб-канал. А грибок, интересно, тоже кто-то живой? Мухамор рядом. Прикинь, короче, если реально, вот, все вот эти все объекты, это живые люди, которые тоже коннектятся и просто, знаешь, сидят там всю жизнь в этом объекте. Они сходят с ума, короче, их заперли, связали и заставили играть в симулятор камня онлайн. Ну, нас тоже, на самом деле, заставили. Это, конечно, шутки шутками, но вы вот не знаете, а мы, напомню, всерьез сейчас сидим в маленькой комнатке, метр на два, нас игромания закрыл и заставляет в это играть, нас бьют, и как бы приносят вот такие симуляторы, знаете, на дискетах, то есть, потому что они настолько мало весят, что на дисках записывают просто глупо, поэтому мы все рабы сидим в такой маленькой комнатушке, нас пиздят каждый день, заставляют играть в симулятор камня онлайн. Вызывайте 911, быстрее! Ну, в принципе, или проститутку, я не знаю. Ну, да. Да, вот, если вы можете вызвать проститутку, то 911 не надо. А мне кажется, кто-то посередине подвинулся, нет? Да, кстати, немного скатился. Да, ребят, по-моему, вы объебанные просто. Без золи весел. Не, он шевельнулся, я видел. Снег идет вверх. Да, о чем говорить? Снег и листья летят вверх. У вас снег? У меня снега не видно даже. Да, кстати, друзья, я выставил настройку графики на минимум, потому что если ты ставишь настройку графики хотя бы на предпоследний уровень, то как только коннектится какой-нибудь там второй или третий камень к тебе, то FPS почему-то автоматически падает до 15. Вот и с этим ничего не сделать. Хотя без этого там игра выдает по 200-300 FPS. То есть я не знаю. Кризис отдыхает. Нет, это плохая оптимизация, но я надеюсь, с дальнейшими апдейтами это пофиксит, выйдут новые обновы. Это, кстати, альфа или бета? Это, на самом деле, при альфа, и нас всех пригласили эксклюзивно протестить игру, искать свое мнение. Странно, что мы селефатом не мечтаем об этом. Чтобы нас позвал разработчик симулятора камня онлайн, да... Гостер-94? Да, Гостер-94. Он поди... Слушай, чувак, если бы я создал симулятор камня онлайн, я бы, наверное... Миллионером уже был. Я бы уже миллионером был. Я бы на донате зарабатывал. Не, реально средний двигается камень, смотрите. Да, Юй, я реально куда-то не скажу. Может, здесь, по сути, может реально двигаться? Я там джойстик не задевал где-то? Нет, чувак, последний раз, когда я думал, что реально в игре двигаться, это был симулятор туалета, и после того, как я нажал на пробел, он пёрнул. Даже жми на пробел. Камни пердеть умеют? Камни, мне кажется, нет. А может быть, может... Кажется. Может, это опять же вводится с каким-то DLC, и... Всё может быть. Кстати, знаете, возможно, эта игра создана для такого вот знакомства. Тут, в принципе, нет войсчата, но, представляешь, если кто-то так вот коннектится, парень коннектится, и тут коннектится девушка, их камни... На него сверху падают. ...встречаются... Нет, у них нет глаз у камня. Хорошо, всё остальное у них. Они ничем не встретятся. Да, кстати, тут очень забавная форма подключения, когда ты прописываешь IP, то твой камень просто падает вверх на другие камни, и... И звук такой, прям, как камень об камень. Нет, нет тут звука такого. Да, у меня были звуки. Ты что, ты задонатил? Ну, вообще-то я... Да. Да, я смотрю, текстурка немножко другая. Смотри, форма камня не такая, как у остальных. Да, вот, и у тебя вот это вот пятно родимое на камне, ну, ты... Мне кажется, за нами наблюдает разработчик всё-таки. Он, на самом деле, в том доме живёт, он специально сделал, чтобы оттуда следить за игроками. Уже, наверное, четвёртые сутки оттуда никто не выходит из этого дома, странно как. Может, там кто-то умер. Слушай, а может, мы вообще просто какие-то там спецслужбы, превращённые в камень, должны наблюдать за этим домом? Слежка, да. Чувак, может, мы в натуре, может, мы замаскированные агенты ФБР, которые выслеживают какого-то Чикатило, который живёт в этом доме? Нет, это, наверное, какой-то перевалочный пункт у мексиканской границы здесь наркоту, наверное, привозят. Ты видишь, вон где дом, там ещё вышка какая-то стоит правее. Так. Да-да-да, там по-любому кто-то сидит и сорву. Нет, ну я не вижу, может быть, там чел стоит и смотрит окружность, и там все, что рядом находится. А мы такие в камнях сидим, и нас не видно. Да, мы маскируемся. Нет, знаешь, как это... Вот, кстати, во-первых, сейчас тоже расскажу, тут забавный такой момент видел, но, к сожалению, не записал. Тут есть крыса, которая бегает иногда. И, во-первых, эта крыса бегает по... И подключается всё время. По воздуху. То есть она не по земле бегает, а реально по воздуху. И однажды я видел, как она ударилась просто вот в этот камень большой, который сейчас снимаю, ударилась головой и умерла. То есть даже крысы в этой игре страдают и пытаются убить себя. А я видел ещё жуч... этих... не жучка. Гусеница огромная. Гусеница, да-да, огромная. По-моему, гусеница уже давно уползла. Я один только грибок вижу какой-то. Нет, все его видят. Нет, грибок есть. Ты видишь грибок? Да, вижу. Вот, возможно, разработчик съел один грибок и... Да, кстати. А может быть сейчас... Грибами можно играть. Корабль приплывёт. Приплывёт. Где корабль? Не-не, я говорю, можно. Нет никаких кораблей. Я вижу, кстати, вот лодку, которая... Ага. ...у озера. Возможно, это чувак рыбак. Агент Лессер, мне кажется, всё-таки там в доме кто-то есть. Свет не выключается ни днём, ни ночью. Да-да. Как слышно. Отлично слышно. А вот смотри, на Украине газ ворует. А где ворует свет? А у него там, по-моему, вообще, по-моему, свечи горят, на такое ощущение. Дрова нарубил. Ну да. У него по-любому там есть камин. И знаешь, что он сделан из камней? Откуда он их брал? О, господи. А, сука, он убийца, короче, наших собратьев. Всё ясно, да. Чуваки, всё. Надо скорее сваливать, а то мы... Валим отсюда. Быстрее жмите, я не знаю. Я думал, лет через 200-300 я сдвинусь на пару сантиметров. Да, когда гора ещё сильнее, уклон увеличится, да, и я скачусь. Да-да-да. Ну, он тут уже скатился чуть-чуть вперёд. Это я. Так, здесь прикол в том, что я, наоборот, вверх по горе покатился. Так что... Ха-ха-ха. А, понимаешь, тут листья вверх летят, и снег вверх. Хотя, знаешь, какие-нибудь кукаретики начнут писать, типа, да ты ничего не понимаешь, типа, это не снег, это там светлячки, и это... А, светлячки из земли появляются. Да, из земли. Ну, так и есть. А ты не видел никогда... А ты, например, видел, чтобы светлячки появлялись не из земли? А? А? Всё? Хе-хе-хе. Разработчику виднее. Кстати, тут тоже такой глюк, если вот мышкой резко трясти, то музыка нарушается. Она быстрее бежит. Она отрывками. Да-да-да. Да, она как-то отрывками начинается. Но это, знаете, тут... Всё это... Знаете, тут просто как бы... Это всё подтверждает то, что для камней время не имеет никакого значения, потому что день для нас длится пару минут, и... Глубокая философия. Вот что хотел до нас донести разработчик. Да, то, что если ты не знаешь, что делать, просто ложись на лугу рядом с грибами и жди несколько дней, пока не умрёшь и не превратишься в камень. Никто, кстати, не знает никаких таких забавных легенд, там, типа, вот он, там, какой-нибудь парень любил девушку и обернулся в камень, там, от безответной любви, и теперь он вынужден тысячелетиям лежать возле её дома и смотреть, как там горит свет, я не знаю. Не, Луаксус битузой горгоны, что-то. Прикинь, а реально, мы бывшие любовники Медузы Гаргона, она там живёт, сука, спокойно, а мы тут, короче, брошенные. А, такая... А я не, надеюсь, а кто... Ну, я не хочу териться ни об кого, я надеюсь, это не я там лежу так рядом друг с другом. Знаю, я вообще лежу вон в кустах, то есть, ну как, не в кустах, а вот рядом с кустком. Да-да-да-да. Я в порядке. А куча какой-то странный. Я только что повернулся на пару градусов. В натуре! Чё происходит со мной? Да, есть такое. Я, кстати, чуваки, я сейчас заметил идеальное то, что вот для меня идеально то, что я полностью со стороны дома замаскирован под этим вот кустиком. То есть, лежу, меня прям реально не видно. А ты пос... Чё это за куст такой странный? Посмотри. Опа. Ничего не напоминает? Ну... На пляжку? Ну, походу, дело, да. Чувак, ну тут... Тут всё, короче, показывает на то, что все-все объёбанные здесь. Все должны... Вижу, как тебе повезло. Мы до него не доберёмся, мне кажется. Чувак, а реально, я ведь в конопле лежу. Я... Жизнь далась всё. А если бы я был не камнем, я бы радовался, но... Смотри. А ну, а кто-то рядом с грибочком лежит. Конопля, гриб, что ещё здесь вырастет? Спайси, может... Слушай, может, это, короче, кислота и... Может быть, это симулятор наркомана, короче. Кстати, что касается симулятора наркомана, я помню, я на телефоне года три назад был симулятор наркомана. Я там его кормил, он у меня прожил где-то 302... Нет, не 302, это я лишь к... Ну, там реальное время было, вот он где-то дней 80 жил у меня, наркоман. То есть, прям на полном серьёзе я там наркотики покупал. Как-то там зарабатывал деньги ему, ставил его спайсами, жиротву покупал. Там, от зависимости его даже лечил, но в итоге, рано или поздно, он всё равно, опять же, скатывался к наркоте. Тут вообще жесть была полная. Ну, если говорить о симуляторах, я помню, раньше Flash такой симулятор был, симулятор бомжа. Типа, надо его было апнуть, и он мог там бизнесменом стать богатым, ну или... Чувак, сколько мне ссылок на этот симулятор бомжа покидали, типа, поиграй, и... Жесть. Чё только не кидали, кидали симулятор стула, симулятор того, как ты срёшь, даже кидали. То есть, не просто как вот симулятор туалета, а вот прям реально где-то сидишь и гричишь. Катаешься камень выдавить. Может, реально, знаешь, просто все не камни, а просто как бы, знаешь, сгустки птичьего помёта просто. А может, говно мамонтов всё-таки, как бы, знаешь, время прошло, мы сгинемели. Ну, вдруг мы маленькие холмики просто на нас птички нагадили, и со временем оно всё белое и, не знаю, серое стало. Так, нет, я полагаю, надо заканчиться, потому что мы начали сказать всю тему говна, потому что уже не о чём говорить. Так, и с ума, и так далее, да. Ладно, друзья, вот такой вот симулятор камня онлайн. Кстати, это веселее, чем играть 7 Days to Die даже по сети. Вот, поэтому до новых встреч. С вами был Лестер, Тони, Шерман и Макс. Ну, Шерман от Александра, кто не знает. Да? По-моему, всё, нас накрывает. Да, ладно, чуваки, давайте там подписывайтесь на канал Агромании и все дела, пока.